Я уверена, что каждый, кто хочет видеть свой YouTube-канал успешным, вот так вот кропотливо по кирпичику закладывает фундамент, основу, да, и потом выстраивает все здание. Я тоже постоянно думаю о том, какой должна быть стратегия моего канала, какие необходимо применять инструменты, чтобы добиться большего количества просмотров. И главное, просмотров качественных. Чтобы вот тот самый основной на сегодняшний момент показатель глубины просмотра оставался вполне достойным. И в этом коротком видео хочу поделиться с вами своими мыслями об этом на сегодняшний момент и рассказать о тех новшествах, которые хочу вести на своем канале в начале года. Я надеюсь, что вам это интересно и вы останетесь со мной до конца. Итак, ставим лайк и двигаемся вперед. YouTube – это социальная сеть, куда люди заходят получать информацию полезную, интересную, развлекательную. Думаю, что эффективность общения в комментариях сегодня один из важнейших факторов раскрутки и продвижения своего канала в YouTube-сообществе. С моей точки зрения, что бы там ни говорили нам Карнеги и другие мэтры, основным секретом общения как в реальной жизни, так и в соцсетях является искренность. Когда поводом для общения является не формальность, не обязанность, а действительно реальный интерес. На YouTube имеется полезный и очень простой инструмент, который, на мой взгляд, позволяет организовать нам упорядоченное общение со своими зрителями и истинными друзьями. Я говорю о вкладке «Сообщество». К сожалению, я совсем недавно обратила внимание на эту прекрасную возможность, предоставленную нам YouTube. Зато я смогла изучить не только мнение экспертов, но и своих друзей-ютуберов, которые довольно давно пользуются этим инструментом. И пришла к пониманию, что действительно инструмент очень полезный, и поэтому я решила провести некий эксперимент, тестирование. Под своими видео, которые будут выходить с этого момента, я отключаю комментарии. И вы можете их просто смотреть и ставить лайки. А вот для того, чтобы выразить своё мнение, задать какой-то вопрос, обсудить что-то со мной, милости прошу ко мне в сообщество. Там для этого самое место. В своём сообществе я буду с удовольствием вести с вами диалог, дискуссии и отвечать на все ваши вопросы и даже выполнять ваши просьбы. Ну а теперь несколько слов о вкладке «Сообщество» на YouTube, о том, как туда попасть и что там можно делать. Вкладка «Сообщество» автоматически даётся YouTube-каналу, набравшему более тысячи подписчиков. Но это не значит, что если у вас у самих нет сейчас сообщества, или вы просто являетесь пользователем YouTube, и у вас есть только аккаунт, с которого вы смотрите чужие видео, вы не можете войти в моё сообщество. Это вполне возможно и даже нужно. Для того, чтобы стать членом моего сообщества, вы заходите на главную страницу моего канала. Я вам сейчас рассказываю самый лёгкий и простой путь. Итак, вы заходите на главную страницу канала, находите раздел «Сообщество», заходите в него и видите перед собой ленту, такую же новостную ленту, как и практически в других социальных сетях. Вы видите там посты. Так вот, вы можете поставить лайки, комментарии под несколькими постами и автоматически станете членом сообщества. После этого в уведомлениях на вашем канале вы будете получать сообщения о том, что в моём сообществе появились какие-то новости. И вы можете либо вот по этому сообщению перейти на конкретный пост, либо опять точно так же зайти на канал и через вкладку «Сообщество» выйти в ленту и посмотреть, какие там новости. Кроме того, в сообществе я выкладываю новости о том, какие видео снимаю, над какими темами работаю. Там можно проводить опросы, там я выкладываю целые плейлисты, потому что вот, например, у меня возникают часто вопросы, а какие ещё видео можно посмотреть на эту тему. Предположим, недавно человек, совершенно посторонний зритель, вышел на мой апартамент, который сдаётся в Болгарии, и задал вопрос, а вот как туда добраться. А у нас это всё есть. Есть отдельный плейлист, который так и называется «Наш апартамент», «Как туда добраться», «Что находится вокруг» и так далее. Поэтому, если кого-то интересует какая-то определённая тема, то опять-таки через сообщество очень легко найти плейлист и задать уже непосредственно вопросы, связанные с данной тематикой. Со своей стороны могу обещать, что те мои друзья-ютуберы, которые будут заходить ко мне в сообщество часто, активно там работать, проявлять себя, значит, соответственно будут получать и моё алаверды. Потому что тогда мне уже будет понятно, что этим людям я действительно интересна как человек, как личность, им интересны мои видео, тематика, ту, которую я веду, да, она очень различная, но тем не менее всё-таки достаточно ограничена. И если я пойму, что я интересны людям, то, соответственно, я буду заходить на их каналы и проявлять интерес к ним. Так что ещё раз приглашаю всех в моё сообщество и думаю, что это должно достаточно эффективно сказаться на продвижении канала, потому что Ютуб будет видеть, что вокруг канала собираются действительно люди, проявляющие к нему интерес. Ну и ещё одно. Я же сказала, что это тестирование, что это эксперимент, что я буду это всё изучать, смотреть, исследовать. И поэтому я приглашаю всех людей, любознательных, которым действительно интересные инструменты, эффективные инструменты в развитии их каналов, участвовать в этом эксперименте вместе со мной и смотреть, что из этого получится, какие у нас будут результаты и как это повлияет или не повлияет на продвижение на Ютуб-канале.